Привет, ребята! Сегодня 23 сентября, 8 часов вечера. Да, мы как-то обычно с вами утром встречаемся, но сегодня вот такая ситуация. Сейчас расскажу, в чем дело. Хотя из названия вы наверняка уже все поняли. Нет, меня вот прямо сейчас еще не отчисляют. Но сегодня, на этой неделе, в общем, у нас появились такие разговоры в руководстве, что всех студентов с долгами мы отчислим. У нас, кстати, я же забыла сказать самую такую новость, новую, новую новость. Как называется место, где я учусь? Факультет истории и социальных наук, то есть факультет. На моей карточке написано факультет истории и социальных наук. Но с этого года, с этого учебного года у нас некоторые изменения появились. Дело в том, что мы теперь не факультет, мы теперь институт истории и социальных наук. Честно говоря, этой разницы я пока не заметила, не ощутила. Я не понимаю, для чего подразделения менять и переназывать их. Вот вообще не понимаю. Разве что табличка изменилась на входе в главный корпус наш учебный, в 20-й корпус. И сейчас будете смеяться. У нас новый глава факультета, институт, неважно. Его зовут Соколов. Вам это имя ни о чем не говорит? К нам перевели нового профессора, Соколова, некого из СППГУ. И в общем с новым начальником, типа все очень ужесточается. И ребята, которые имеют долги, должны их сдать до 30 сентября. Сейчас 23 сентября. Понятное дело, что долги сдаются, как бы не надо их копить. Сразу объясню ситуацию. Если вы, допустим, схватили долг на зимней сессии в декабре, в декабре-январе, вам дается срок исправить. Это до летней сессии. Понимаете? До летней сессии вы можете спокойно исправлять. Конечно, лучше без долгов жить, никто не спорит. Но, тем не менее, так бывает, что долги появляются. Тем более, вот сейчас летнее было дистанционное обучение и долгов там очень много. Та же самая физкультура, которой мы не могли заниматься, не могли ездить на выезды. Даже такие фиговые, как у нас стали. Мы должны были проходить все в мудле. Муду виснет, ничего непонятное. Короче, жесть полная. К тому же, завалены такой работой были во время дистанционного обучения, что, честно говоря, времени на всю вот эту ерунду не хватает. Я вот сейчас, кстати, исправляю свой долг как раз за четвертый семестр по физкультуре. Помните, я вам говорила? И вот прямо сейчас сижу в мудле и решаю вот эти идиотские тесты. Вот прямо идиотские. Смотрю эти лекции по оздоровлению, развитию физкультуры, которые очень долгие и очень нудные. Понятное дело, там есть короткие лекции, но есть вот сейчас по последней. Я смотрела 17 минут, она длится. Любой фитнес-блогер вам гораздо интереснее расскажет, что надо правильно питаться, надо заниматься спортом, чтобы вы были активными, позитивными, веселыми и долго жили. Но как это можно нудно растянуть, что не надо пить, не надо курить, не надо... И самое главное, что ты должен их слушать, потому что вот здесь галочки ставятся прямо вот в окошке. Вот, я просто сейчас себе перерыв устроила. В общем, мне надо это прорешать за тот семестр. Долг сделать, закрыть. А потом закрыть долг по математике, математических методам, в исторических исследованиях. Там надо написать СССР, просто зачет, не зачет, но там надо читать много литературы. На этой неделе я этим заниматься не буду. Я этим, наверное, замыслусь на следующей неделе, но, честно говоря, первоочередно это курсовые работы, которые тоже надо закрыть. В общем, ситуация-то такая, как в прошлом году. Мы в прошлом году были непуганными первокурсниками, которые только-только пришли на второй курс. И нам со всех сторон, типа, если вы там сейчас не закроете все свои долги, вас отчислят всех нафиг и все. И, в общем, они пугали нас целый месяц, весь сентябрь. Мы тряслись, я потеряла сон, аппетит, вернее, питалась вообще хренью всякой. И на нервах я не худела, а, наоборот, еще больше толстела. Спала я плохо, пыталась все успеть. То есть надо, смотрите, ситуация, тебе нужно закрыть все долги за месяц, плюс не набрать новых долгов за время обучения, которое вот сейчас идет, вот прямо сейчас. И тогда я действительно очень переживала. И я боялась, что меня отчислят, а потом подумала, что, ну, отчислят, и что? Ну, поступлю в другой университет, не страшно. И в итоге, знаете, никого не отчислили в декабре. Даже в декабре многие не сдали свои долги. Я вот последний долг сдала в апреле. То есть через 10 месяцев после летней сессии. И то, что сейчас начинается опять запугивание, опять вот манипуляции вот этим. Слушайте, есть установка, что все долги по сессиям в университете надо закрывать до следующей сессии. До следующей сессии. То есть, если в зимнюю сессию вы нахватали долгов, то до летней сессии, то есть там где-то 4-5 месяцев дается, закрой свои долги. Абсолютно нормально, все это знают. И вот уже исключительные такие случаи, которые, ну, конечно, за них уже стоит ругать, если ты через следующую сессию тянешь. То есть вот ты на зимней сессии нахватался долгов, на летней их не закрыл. И вот у тебя уже близится вторая зимняя сессия, следующая в смысле. И у тебя все еще есть долги, то есть почти год. В этой ситуации, конечно, уже можно какие-то меры принимать. Хотя у нас и этого не было. Но вот так вот резко говорить, что вот вы должны за неделю закрыть все свои 6 долгов, написать курсовые работы. А вот про курсовые работы, то, что я говорю, библиотеки, блин, были закрыты. И знаете, когда я говорю, что как нам писать курсовую работу по истории, по источникам, если много чего не отсканировано. У многих нет доступа элементарно какого-то. И библиотеки не работают, не сходить в библиотеки. Я знаю, что у многих ребят, в общем, нет даже нормальных компьютеров, на которых можно работать. И они, когда надо было что-то сделать по учебе, приходили в библиотеку, садились там за компьютерами. Вы видели медиазал библиотеки, куда я хожу заниматься, чтобы читать что-то. И они приходили туда и делали все задания там. Ну, бывает ситуация, что у людей нет компьютера. Ну, а сейчас, как бы, курсовой работой тоже было не написать. Конечно, там компьютер не то чтобы сильно нужен, ну, кроме написания. Именно читать, все такое, нужна библиотека, нужен доступ к ресурсам каким-то. Читать-то что-то надо. В общем, сейчас нас опять запугивают. Мне это настолько надоело, вот эта манипуляция на страхах студентов, потому что все начинают дергаться. Все начинают реально паниковать. Для здоровья это нифига не полезно. Знаете, как у меня прошла паника в прошлом году? Я вам говорила, что вот третий семестр был идеальный. Он идеальный стал с октября, когда я подумала, что фиг с ним, отчисляйте меня, мне пофигу. Дело в том, что я тогда, как я уже сказала, не спала нормально, потому что постоянно что-то пыталась дать, сделать, нервничала. Нервничала каждый день, каждую секунду, нервничала. У меня волосы вообще выпадали, я чуть ли не лысо ходила. Вот, прыщи покрылись, прыщи покрыли все мое лицо. Я, меня стало тошнить от любой еды. Но при этом есть то, что-то надо было, и ела я тортики. Вот от тортиков меня не тошнило. Так вот, я начала чувствовать себя очень плохо и подумала, что мало ли я вообще чем-то заболела. Я знаю, что я жуткий ипохондрик, на это есть свои причины. Вот, но я действительно испугалась, что я чем-то очень таким серьезным заболела. У меня тетя недавно, несколько лет назад от рака умерла. Ей было всего 36 лет, 36 лет. И я действительно боюсь всяких таких заболеваний. А я знаю, что нервы, переживания, они все это очень так провоцируют. То есть даже ауэтоиммунные какие-то заболевания наши, которые могут быть в скрытой форме, могут спровоцироваться. Именно вот стрессовыми такими ситуациями. И я подумала, что ну вот заболею я, умру, и всем будет пофиг. Сдала я зачет какой-то или не сдала, понимаете? Был у меня долг по курсовой работе или не было у меня этого долга. Всем реально будет пофигу. А даже если меня вот отчислят, да, ну допустим, я тогда год назад так думала и сейчас. Ну вот отчислят меня, я буду нервничать. А потом пройдет, не знаю, там 5 лет, у меня будут проблемы со здоровьем. И вообще кого это будет волновать? Что у тебя там отчислили, не отчислилили? Вообще какая разница? Вот какая разница вот эта учеба, когда тебя начинают специально вводить в стрессовую ситуацию. И давить, 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 гнобить, ругать за это. Ты взрослый человек, а тем по этому ругают. Вот какая разница? Зачем такая учеба нужна, которая тебя постоянно нервирует? Именно нервирует и играет на твоей нервной системе. Почему не дать нормальные сроки, если вы все равно всегда их переносите? Нормальный срок сдать все до следующей сессии. Все все поняли. Времени там предостаточно, чтобы спокойненько учиться. Вам же еще учиться надо вообще в процессе. Спокойненько учиться и сдавать свои долги. Не сдал? Сэля Вин, как бы ты был предупрежден. Но вот говорить, что вам дана неделя, чтобы вообще все-все исправить. И при этом не забывайте учиться и делать огромный объем заданий. В прошлом году я по этому поводу переживала, потом отпустила. В этом году я даже не парюсь. Серьезно. Я вот сейчас села делать физкультуру. Думаю, ладно, сделаю на этой неделе. Сейчас среда. 23. На этой неделе я сделаю долги по физкультуре, то есть в системе Moodle. И, наверное, сделаю новые задания по физкультуре, которые появились уже за этот семестр. И, по идее, мне надо долги-то закрывать все. Но я не собираюсь участвовать вот в этой гонке идиотской и плевать на свое здоровье. Я в своем комфортном темпе сейчас потихонечку буду делать свои долговые задания, хвосты. И буду параллельно учиться, потому что я все-таки еще пока учусь. Я не собираюсь облегчать им задачу, паниковать, истерить, стрессовать или там бежать в деканат и писать заявление на академический отпуск. Ну, типа, это то же самое отчисление, только проще восстановиться будет. Нет. Так подумала, что, во-первых, мне достала манипуляция руководства университета. Вот это вот. Эти правила, которые постоянно меняются. Знаете, какое у нас было правило? Если у вас есть одна тройка, ну, за весь период обучения, ну, вот вообще за весь период обучения, и вы идете на красный диплом, то есть все остальные оценки у вас идеальны, но тройка есть. А вам дается возможность исправить эту тройку, потому что, ну, вы же хороший студент, ну, с кем не бывает получить тройку. И на первом курсе у нас у девочки появилась тройка, она у нее, собственно, до сих пор единственная. Но она не парилась, потому что она думала, что, ну, закроют. И, знаете, у меня по английскому как раз выходила тоже тройка. Я вот весной на карантине закрывала английский, и там выходила тройка. Тройка, реальная тройка. Я вообще без претензий на тройку. Я думала, ладно, получу эту тройку, потом исправлю на четверку, если она у меня будет единственная. Но, но появилось постановление, которое отменяет это. Постфактум. То есть, не то, что вот со следующего года, там, вот первокурсникам говорят, что вот теперь такой особенности не будет. То есть, тройки исправлять нельзя. То есть, ребята, у которых уже есть тройки, которые не стали париться и исправлять их сразу, ну, потому что другие дела есть во время сессии, как еще запариваться по поводу троек. В общем, не стали исправлять. Поверили, что смогут исправить это потом. Им говорят, а-а, нельзя исправлять. И вот эти вот игры руководства и правила, которые меняются на раз, это идиотизм полный. Вот реально полный идиотизм и играние на нервах студентов. Я тогда тоже пострессовала знатно. Не знаю, почему, ну, все мы люди и даже умные бывают стрессуют. Я так и написала преподавателю, говорю, так и так, тройки исправить нельзя. И могли бы вы дать мне возможность дать на четверку. Я понимаю, что если вы откажетесь, то так и быть. И я понимала это, что если она меня откажет, а она могла отказать, она имела полное право мне отказать. И я бы ее реально поняла. Я подумала, что, ну, ладно, будет тройка, так тройка. Нет, она, ну, она мне дала шанс исправить, у меня четверка. Пока у меня ни одной тройки нет. И, собственно, один из долгов этого семестра, даже два долга этого семестра, это то, что я не хотела получать тройки по Востоку. У меня там не хватало 0,2 баллов. До четверки не хватало. Вот, и я говорю, что так и так, ставьте мне неуд. То есть, двойку я буду в сентябре исправлять. Ну, в сентябре, в октябре. Вот, и по социологии там тоже у меня тройку. Это как бы нет. Ну, потому что я не считаю, что я знаю на тройку. Но в любом случае надо готовиться как-то, чтобы это ответить. И, знаете, я так сижу и думаю, что вот сейчас опять началась та же истерия. Ребята начинают запугивать, ребята начинают паниковать. Больше курить, меньше спать. Ну, те, кто курят, у нас как бы начинают больше курить. Меньше спать, пить больше кофе, энергетиков всяких. Потому что надо еще и учиться, и делать долги. Короче, они очень паникуют. Своё здоровье они расшатывают вообще. И, знаете, я так разозлилась именно на руководство университета. Зачем вы доводите своих студентов, своих собственных студентов? Дело в том, что если они, допустим, не просто так языком чешут, не просто так пугают в этом году, потому что такое может быть, и они действительно до 30-го числа отчислят всех студентов, у кого есть хотя бы один долг за предыдущие семестры, то отчислят процентов 70-80 студентов из университета. Понимаете? Мне что-то сомнительно, что руководство пойдет на такое. Получается, они, скорее всего, дадут возможность еще комиссии сдать. То есть, а это будет уже не в сентябре, а в октябре, в ноябре. Короче, до декабря, до новой сессии. Мне кажется, так и будет. Вот я уверена, процентов на 90. 10% я даю глупости руководству, которое может сказать, ай, ладно, давайте-ка всех отчислю нафиг. И я подумала, что ладно, и даже если отчислят, то есть вот эти вот 10% замечательно. Чем я буду заниматься, если отчислят? На самом деле, вряд ли вот прямо 30 сентября, вряд ли 30 сентября меня отчислят, но я уже начала мечтать. Вот отчислят меня, и чем я займусь? Я тогда запишусь в автошколу и пойду сдавать на права. Будь серьезно, потому что сейчас я этот вопрос отложила до весны. Но я сразу запишусь на права. Что дальше будет? У меня появится время на изучение английского, именно время, то есть физическое время, потому что сейчас мое время отнимает университет, то есть сами пары, на которых надо присутствовать, слушать, работать, плюс подготовка к парам, к семинарам, плюс подготовка курсовых работ. И это занимает очень много времени. YouTube занимает, конечно, тоже много времени, но мне это в радость и в удовольствие, и я от этого не стрессую, а скорее отдыхаю. Поэтому я подумала, что даже если отчислят, ну что, буду активно изучать английский язык, продолжу изучение польского языка, может быть, у меня как-то быстрее дело пойдет, ну, именно изучение польского, запишусь на права, буду заниматься YouTube, буду продолжать снимать, и, наверное, займусь все-таки уже наконец-то нормально программированием, то есть не от случая к случаю, а именно нормально буду учиться программировать, и чтобы уже работать в этой сфере, буду брать какие-то заказы, потому что сейчас времени на этого нет. Заказы я имела в виду брать для портфолио, то есть бесплатные, ну, чтобы как-то наработать, то есть я понимаю, что я полный ноль в этом, и мне нужен какой-то опыт. Ну, короче, путь к отступлению я нашла. Если меня отчислят, я уже даже думаю, эх, неплохо было бы, если бы меня отчислили, потому что, ну, блин, я буду больше видеться с Дениской, и мобильнее буду, то есть понятное дело, что сейчас карантин, и никуда уехать не получится, к тому же меня брекеты мои держат, то есть каждый месяц к моему зубному врачу надо ходить, а так, в принципе, отчислят, и можно переехать куда-нибудь, пожить в другое место. Эх, мечты. Ладно, мой перерыв закончен. Я сейчас продолжу заниматься этой нудл физкультурой, делать свои долги. Я нашей старости пообещала, что я на этой неделе все сделаю. У нас староста просто чудесная. Не хочется ее подводить. Вот ее подводить не хочется, а руководство университета играет на нервах студентов. Это неправильно, это нехорошо, и даже непрофессионально. Ладно, ребята, не волнуйтесь, просто вот хотелось экстренное сообщение на 20 минут, или сколько тут уже, экстренное сообщение, отчислят меня или нет. Я просто вот дала вам такую информацию. Будем ждать, будем ждать. Буду держать вас в курсе событий. Ладненько, не переживайте, за меня не переживайте, не переживайте, если у вас тоже проблемы и вас постоянно пугают отчисления. Не надо, не стоит это того. В процессе вашей жизни это настолько фигня. Вот вообще не паритесь, вот просто не паритесь. Ладно, всем пока. Не паритесь, а я продолжу заниматься физкультурой через компьютер.